Лукашенко снова заговорил о том, что в течение ближайших двух лет Беларусь ждет проверка на прочность. Ситуация усугубляется тем, что тема независимости Беларуси заинтересовала и российские федеральные каналы, которые наперебой рассуждают о том, по какому же пути пойдет дальше страна-соседка и что ее ждет, если она свернет на украинскую дорожку. С подробностями Маша Макарова. Мы пытаемся сквозь пелену жизненных забот, неурядиц рассмотреть наступивший 2019 год. А возможно и то, что ждет Беларусь в новом году. Александр Лукашенко считает, что страна будет подвергнута серьезной ревизии на предмет независимости. И справа, и слева, и на западе, и на востоке. Об этом он заявил, назначая глав районов и других госчиновников. Но запомните, никто нас не сдвинет с места, если мы будем работать эффективно и не ухудшим, как минимум, жизнь наших людей. Беларуси заслужили нормальной жизни. И мы обязательно должны, сохранив независимость и суверенитет, улучшить жизнь наших людей. Беларусь оказалась и в центре внимания российских прокремлевских каналов. Там все якобы как в Украине. Разжигание розни, русофобия и агрессия. Конечно, все спровоцировано Западом. Чтобы вырвать Украину, а теперь и Беларусь из Славянского союза с Россией. Инцидент с казаком в Минском метро пришелся кстати. Кто в страшном сне мог подумать, что в столице Беларуси будут нападать на людей только потому, что они русские? Задается вопросом НТВ. Шамадан, вокзал, Россия. Майн-клозинг-дор. Если Минск решит остаться без России, то будущее Беларуси призрачное. Заглянул в будущее, в свою очередь, Дмитрий Киселев. Не проговаривают ли российские пропагандисты то, что пока громко не говорят политики? Такие репортажи в российских СМИ показывают, что есть политический заказ. Мы знаем, что на сегодняшний день официальный Минск и официальная Москва еще не договорились. Официальный Минск пробует затянуть дело и добиться своего, создавая разные площадки для переговоров с Россией. А Россия хочет сильнее привязать Беларусь. Лукашенко, как человек власти, не даст отнять у себя суверенную державу, считает российский журналист Николай Сванидзе. Правит Беларусью он дольше, чем Путин России. И воспитал независимую белорусскую элиту, которая тоже не спешит в российские объятия на место служанки. Потому что там они все первые. И министр иностранных дел там, Белоруссии, он разговаривает на равных с министрами иностранных дел крупных европейских и иных держав. Он как равный с равными разговаривает. А тут он будет стучаться в дверь начальника департамента в МИДе и приносить коробку конфет его секретару, чтобы она его пустила. Ему это надо? Нет. А может Александр Лукашенко, не первый раз повторяющий об угрозах независимости и суровых годах для Беларуси, набивает себе очки накануне приближающихся президентских выборов и пытается стать гарантом суверенитета. Поскольку независимость – это тема, которая беспокоит белорусов, и известны результаты опросов, что большинство белорусов не хотели бы независимость потерять, то Лукашенко выгодно развивать эту тему. Но нужно понимать, что именно в результате политики Лукашенко Беларусь находится в сильной зависимости от России, и ее независимость действительно находится под угрозой. Вероятнее всего, в новом году Беларусь не раз окажется в центре программ на российском телевидении. Тем более, что сегодня министр финансов России Антон Силуанов предложил изменить союзный договор с Беларусью на основе глубокой интеграции. Маша Макарова, Белсат.